добрый день уважаемые трейдеры у нас снова видео как обычно по понедельникам краткий очень краткий обзор макроэкономических событий которые ждут нас на этой неделе неделя не очень богата на события но для тех кто торгует фунтом к примеру а будет хороший повод для входа позицию для для кого-то для выхода из позиции если конечно данные будут отличаться от тех которые мы ждем но еще одно событие этой неделе у нас будет прямой эфир на эту тему это публикация протоколов фрс так называемые минутки которые публикуются через три недели после того как событие заседание состоялось итак начнем а сегодня в понедельник особо важных новостей нет а вот уже со вторника на рынок поступят данные по продажам вторичного жилья вы видите на экране прогноз 542 в общем то чуть выше чем было но как я уже говорил много раз каждый понедельник или когда выходят данные по рынку жилья я повторяю данные не представляют особой важности хоть и поставили здесь три красные точки рынок жилья сейчас не так актуален но вот если будут какие-то очень сильные изменения ну допустим там впервые за несколько лет случилось то-то или там впервые за несколько лет данные оказались рекордными вернулись к там каким-то уровнем предкризисным вот тогда это будет рынку интересно а пока рынок жилья не особо интересен так как последний раз как вы помните кризис был как раз именно в этой индустрии по теории вероятности навряд ли индустрия снова потерпит какие-то сильные катаклизмы потому что регулирование я надеюсь сделала свое дело и так продолжим уже в среду выходят данные по заказам длительного товаров на длительное потребление тут с этим индикатором всегда происходит странности ну как минимум можно сказать что он важен для внутреннего спроса это сильнее чем просто розничные продажи это товары срок потребления которых более трех лет но я вот нажму на этот индикатор и вы увидите что он очень волатильный вот видите вокруг нуля уже два года третий год скоро будет в общем то не сезонности не может сезонность к это есть но какой-то практической пользы для трейдеров от этого индикатора нет вот недавно было минус 8 мин 6 8 и в общем-то рынке продолжали после этого расти так же как они росли на отметке 64 уже плюс 64 доверие потребителей в европе мало кому тоже интересно и вот минутки в среду как я говорил важны ну насколько они важны в контексте декабрьского заседания да трудно сказать потому что вероятность повышения ставки на этом заседании уже настолько высока на максимально если можешь себе представить вот сто процентов то она близко к 100 процентов там было 98 последний раз то есть через месяц примерно через месяц повышение ставки будет скорее всего с 98 процентной вероятностью а вот восемнадцатом году что думает фрс это большой вопрос потому что в феврале вы знаете 3 февраля будет смена главы фрс джанет елен уйдет и на ее место придет пауэлл вот как он будет вести куда он будет вести фрс как он поступит со ставками пока для рынка остается это но не сюрпризом так ясности точно никакой нет может даже сам пауэлл не знает что он будет делать со ставками в восемнадцатом году но вот рынке ожидаешь три раза повышение ожидает нас в следующем году четверг ввп как я говорил для трейдеров на фунте будет хорошая возможность ожидания 1 и 5 рынке ждут полтора процента роста ввп это не так много вот можно открыть и посмотреть снижается снижаются темпы роста ввп великобритании за последние несколько лет даже можно сказать два года уже они с трехпроцентного роста потерпели изменения и сложились двое брекзит виноват или нет не будем сейчас копаться в причинах но речь идет о том что рынки понимают что какое-то дно ниже уже темпы роста в по наверное не будут такое топтали дно и если снова будет полтора или выше то это скорее позитив скорее это вынудит банк англии пойти на повышение ставки уже в ближайшее время одно повышение вы помните было банк англии повысил ставку на прошлом заседании это не было неожиданностью но по крайней мере вот так впервые за долгое время банк англии пошел на это инфляция в британии позволяет и даже вынуждает банк англии идти на повышение а вот что насчет ввп заставит ли эти цифры повысить ставку еще раз а потом восемнадцатом году еще пару раз это мы увидим и узнаем первый звоночек получим уже в четверг это будет в 1130 или по москве в 1230 ну и наконец пятница тоже ничего интересного аэфа индекс по германии хочу лишь напомнить что переговоры коалиции ангелы меркель с другими партиями немножко зашли в тупик на евро это пока не сильно отразилось вот если перейти графика мы видите евро до этого очень сильно вырос сегодня было падение буквально ночью до это нужно было я полагаю что до 20 с ночи прям на этой новости скорее всего было сильное падение евро и вот восстановились до тех же уровней посмотрим что дальше будет происходить потому что технически здесь ничего интересного нет голова и плечи нарушена и если вы торгуете только по тех анализу то воздержитесь потому что и точнее по классическому техническому анализу воздержитесь потому что классика ничего хорошего не обещает а у меня все хорошие вам недели макроэкономические данные пускай их немного но вот есть как минимум две важные данные минутки и ввп по британии всем желаю успешной недели жду вас во вторник на вебинаре по текущей ситуации обсудим уже входы отдельные сделки позиции по дискуссируем на тему где и в какой паре можно войти в позицию и жду вас на прямых эфирах в среду у нас будет по нефти прямой эфир и по минуткам то есть во время минуток в прямом эфире будем комментировать надеюсь живой дискуссии прямо вот в момент выхода не после не до как сейчас а в момент выхода всем спасибо всем хорошей недели и профитов а